Добрый день, уважаемые коллеги! Я Сабитова Айгулю Мирбаевна, учитель русского языка и литературы Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Талдыкурган. Представляю вашему вниманию тему онлайн-семинар урока «Сбор идей для обсуждения темы «Вода. Бесценный ресурс» в третьем A-классе». Цель данного урока – научиться высказывать и отстаивать свою точку зрения, аргументируя свое утверждение. Критерии успеха на данном уроке – уметь высказывать свое мнение о том, что не поняли, понимать и решать проблему, использовать необходимую лексику в контексте и уметь выразительно читать. Навыки, которые отрабатывались на уроке – это навык слушания и навык говорения. Цель обучения – слушать, понимать костную речь, определять ключевые слова в аудиовизуальном материале, использовать в речи специальную лексику в различных контекстах и создавать высказывания на основе предложенного учителем сюжета или участвовать в диалоге. Приемы и активные методы работы, которые были использованы, обсуждения в группах, была проведена игра «Море волнуется», учащиеся работали по стратегии «Аллея общественного сознания», также они просматривали видеоролик и было проведено формативное оценивание. Урок начался с запроса домашнего задания с использованием игры «Море волнуется». Вашему вниманию предлагается посмотреть видеофрагмент урока. Стихотворение, хорошо? Так, пиджамы будут водящие. Слушаем пиджамы все, да? «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура замри!» Все замерли. Жамиля у нас улыбается. Ну-ка, хочет рассказать нам стихотворение. Давайте, я вам лучше. Раскваряется, а в чай. Мы ее не замечаем, потому что вода наша спутница всегда. Хорошо. Жамиля у нас будет водящим. «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура замри!» Дыгжан шевельнулся. «Встречи сотни странных деревьев рушится от потоков земли на плитке у вас и книг «Поезжай на трассе!» Хорошо, молодец. Бигжан у нас опять водящий. «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура замри!» «정рой волнуется стихотворение». Рассказывает стихотворение. «Сасулька замерзла, весь туман заползает, ледняком гора забрется, лембетерепрестоебьется». Хорошо, молодцы, ребята. Я вижу, вы уже все выучили стихотворение и хотите, наверное, рассказать. Кто желает рассказать? Ну и высоких стройных элей. Слушаться потоком селений. На плите у вас кипит парни. Следующим этапом работы было проведение работы по стратегии аллеи общественного сознания, когда ученики выстраиваются в два ряда, и каждый из первого ряда приводит аргумент о пользе воды. Каждый со второго ряда приводит аргумент о том, что вода приносит вред. И один ученик по желанию проходит между рядами и выслушивает мнение всех, так он доходит до конца. И в конце он высказывает свою точку зрения и приводит аргументированный свой ответ. Вашему вниманию предлагается посмотреть видеофрагмент урока. Хорошо. Ребята, а вот на протяжении вот этих нескольких уроков, на какую тему мы с вами говорили? На воде. В воде, да? Мы с вами говорили о воде. А как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить с вами? О воде. О маске и животной. О воде, да? О маске и животной. Мы будем продолжать эту тему. Мы сегодня будем говорить о воде. Мы будем говорить о пользе воды и рациональном его использовании. Садитесь все. Молодцы. Ребята, значит, мы с вами говорили, что без воды невозможно прожить, да? И мы бы хотели узнать, насколько полезна вода, да? Сейчас я хочу, чтобы вы выстроили два ряда. Значит, первый ряд выстраивается в один ряд, а ваша группа выстраивается в второй ряд. И вы вдвоем с биржами и у нас поделитесь в цепочку, вот так вот выстроитесь, чтобы у нас получилась аллея. Мы сейчас будем работать по стратегии, которая называется аллея общественного сознания. Так, биржаны, у нас подойдите сюда. Мирей, пожалуйста. Биржан, тогда вы тут. Ну, пойдем, да? Хорошо. А вот брать и биржан доняются? Девочки, это сторона мальчики, это сторона девочки. У нас так получилось. Хорошо, пусть будет так. Значит, сейчас у нас девочки будут говорить о пользе воды, да? Что она полезна, да? Мы тут на протяжении нескольких уроков говорили о том, что вода полезна, да? Вы об этом знаете, наверное. А мальчики сейчас будут говорить нам о том, что вода не полезна, она приносит вред. Хорошо? Да. И кто-нибудь один из нас, кто это может быть? Пусть будет Татамирей, который стоит в начале ряда, да? Будет идти по цепочке, по этой аллее, да? И будет прислушиваться к мнению каждого из вас. Он будет подходить каждому к Нурай и поворачивать голову потом к Нурай, будет слушать Инхар, потом будет слушать Амраиле, будет слушать Аяну и Ягназа, да? То есть будут идти и слушать. А каждый будет высказывать свое мнение. Девочки будут говорить о пользе воды, а мальчики будут утверждать, что вода не полезна, она приносит вред, да? А Милий будет их внимательно слушать, идти внимательно слушать. Так. Моем руки. Вода полезна, потому что мы моем руки. Вода не полезна, потому что она может быть грязной и неполезной. Потому что она грязная. Потому что она грязная и... И вверху на это с водой. Вверху на это с водой. Вверху на это с водой. Ага. Когда очень полезна без воды в жизни. Если берешь холодную воду, можно собрать. Мы будем с водой, потому что в нашем организме есть 25% воды. И в нашем организме требуется много воды. Для нас? Для нас? Вода бывает разная. В домах, в кранах бывает грязная. Бутылка чистая. И с кранами всегда нельзя пить воду. Вода полезна, потому что с ним можно мыться, кушать, парить и упорхотить. Бывает такое море, где можно утонуть. И там можно задохнуться, потом можно задохнуться. И бывает в океанах водопород, которые могут попасть корабли. Мирей, еще там всякие люди, которые плавают. Водой можно собирать вещи. Так, теперь Мирей должен выбрать утверждение. Насколько оно было убедителем? Чего утверждение было для тебя убедительным? И чью позицию бы ты выбрал? Полезно. Полезно или не полезно? Как вам думаешь? Полезно. Почему? Потому что вода для нас очень полезная, потому что мы его пьем. И с водой мы делаем еду. Которую еду? Еще стираем лечни, еще делаем уходки, без воды надо держать. Не прошли. Хорошо. Значит, ты выбираешь позицию девочек, да? Хорошо. Молодцы. Вы убедили Мирея в том, что вода полезна, да? Далее учащиеся просматривали презентацию, высказывали свои мысли, делились впечатлениями о просмотренном. Посмотрите видеофрагмент урока. Вот в Африке не хватает людям воды, да? Вот они устраиваются в большие очереди, посмотрите, за питьевой водой, потому что чистой воды там нет, да? И детям не разрешают играть в подвижные игры, потому что они когда бегают, не требуется много воды, да? Посмотрите, посмотрите на детей, посмотрите на взрослых, которым необходима вода, и они выстраиваются в очередь за чистой водой, потому что у них нет очищенной питьевой воды. Значит, эта девочка Рейчел Бекбейс, вы смотрите на картинке, эту фотографию, это девочка, которая хотела помочь именно детям, которые живут в Африке, которым не хватает воды. И вот она просила своих родин, чтобы на день рождения они не дарили подарки, а вносили деньги, то есть пожертвования, вот помощь детям, которым требуется много воды. И вот девочке удалось собрать только 300 долларов, а этого года очень мало, да? Но девочка хотела помочь, но случилась беда, что она попала в автокатастрофу и погибла. И это дело продолжила ее мама, Саманта Пол, и она теперь собирала пожертвования. Она открыла страничку в интернете, страничку Саманты, и оказалось, что очень, оказывается, много у нас желающих помочь, да? И вот ей удалось именно собрать пожертвования для пурения колодцев в странах Африки. Очень большое количество. Посмотрите на девочку, которая желала добра, да? Хотела помочь, да? Помочь именно детям, таким же, как и она, чтобы они могли жить в чистоте, пить только чистую воду, а не грязную, да? Хорошо. Я думаю, вы тоже мечтаете всем помочь, да? Хотели бы помочь, таким же детям, да? Хорошо. Значит, а вот о чем вы задумались, когда вы посмотрели эти слайды? Да? О чем вы задумались? Помочь, да? Я тоже. Помочь, да? Тоже мне хотелось помочь? Мне тоже хотелось помочь. Ага, мирить. Я думаю, что когда я стану большим, я могу помочь. Я тоже смогу помочь, наверное, да? И таким же людям. А Яна? Я люблю учения в Африки. Я построю конференцию, где собираются люди и дают деньги на пожертвования тем, кто живет без воды. Ага. Хорошо. И так? Я рада, что вы живете в Африке, но это не значит, что мне не жаль, что у них нет воды. Я хочу им очень помочь. Тоже хотела бы помочь. Хорошо, молодцы. А вот Амролю что-то хотелось? Я бы тоже им помог, потому что они тоже мне жалко, и они тоже были. Мне жалко им, да? Тебе тоже жалко им. Ты жалко? Мне их очень жалко, я бы когда выросла, я бы построила такой вот завод воды. И потом поехал в Африку и дал детям и людям, которые живут в Африке. Можно ли? И от нас? Когда я выросла, я построила огромную башню или сооружение, да? Башню, и в ней будет вода. И вот я эту воду проделываю в землю, и другой я поведу ее в Африку. Хорошо. Итак? Мне очень нравится, что дети могут играть, а детям тоже надо играть. Да. Очень жаль, да? И им будет скучно, и мне будет очень жаль. Нерадостная, да? Несчастливая, возможно. Да. А у нас много воды выбраться. А вот у нас много воды. А что мы делаем с этой водой? Крем. Если у нас много воды, это не значит, что мы должны ее просто развивать. То есть нельзя тратить, да? Далее учащиеся работали в парах. Они рассказывали друг другу, как используют воду на примере одного дня из своей жизни. Один из них рассказывал, а другой определял, правильно ли используется вода. Также они задавали друг другу вопросы. И потом одна пара учащихся делилась своими идеями со всем классом. Посмотрите видео фрагменты урока, как учащийся работает в парах. В парах, вот сколько вы тратите воды в день? Как вы ее расходуете? Да. Так, скажите, как обычно мы это с вами делаем в парах? Работаем в парах. Подойдите друг другу и расскажите. Как вы тратите? Как вы тратите? Как вы тратите? Как вы тратите? И что мы нашим питомцам, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем 80% и 70%, кстати, процентов из воды. Сейчас вопрос о том, как они тратят, расходуют воду, да? Что делает у нас Инара? Как она тратит воду? Я тратю воду, помогаю животным, ну, даю, чтобы они пили, а еще я тратю воду, чтобы с мамой моем дом и кушать, варить, руки мыть, пить и остальное. А Яна как расходует воду? Я расходую воду, что мне в жизни самой нужна вода. Всяким делом, как мыть дом, помогать маме, самой пить же воду. Я бы могла помочь детям, которые живут без воды, но у меня не хватит денег. Хорошо. А можете вы экономить воду? Да. Я да. Как вы экономите воду? Ну, например, если братья станет открытым краном воды, нужно выключить, потому что если уйдет много воды, тогда еще, если уйдет много воды, тогда деньги на радио тоже нужно выключить. Латить, да? Много. Хорошо. Спасибо. Далее учащиеся просматривали видеоролик «Зачем нужно беречь воду». Посмотрите видеофрагмент урока. Вода водоема через наши дома. Вода в кране большинство россиян берется из реки или острова. Сначала она поступает на станцию водоподготовки, где проходит несколько ступеней очистки. В них, например, специальные реагенты отстаивают и фильтруют. Еще воду обеззараживают. В большинстве регионов – хлор. А вот в Петербурге обеззараживание происходит в два этапа. Вначале воду добавляют гипохлорид в натрия. Воз тоже эффективно убивает микробы, как хлор, но при этом абсолютно безопасен. А перед тем, как попасть в квартиры, воду еще и обрабатывают ультрафиолетом, который успешно борется с вирусами. И только после этого чистая и безопасная вода попадает по трубам к нам в кран. Мы принимаем душ, проводим упорку, стираем ее, и грязная вода отправляется по трубам на чистые сооружения. По пути к ней присоединяются сточные воды промышленных предприятий, различных офисов, больниц и школ. И если бы все это прямиком попадало в природу, мы бы давно уже захлебнулись в собственные грязи. На чистых сооружениях. На специальных решетках сначала отрегулируется клубный мусор, потом более мелкий грязь. Но это еще даже не полдела. Теперь боль надо очистить от химических и биологических загрязнений. Ее долго отстаивают, добавляют в нее реагенты. А самое главное, все задержащиеся в сточной воде органические загрязнения съедают специальный микроорганизм, так называемый активный ирин. И только после того, как стоки станут чистыми, даже чаще, чем вода на дне, их отдают обратной природе. Конечно, скажите вы, за это мы и хватим денег. Пусть очищают, а мы будем трогать столько воды, сколько хотим. Но дело тут не в деньгах. Ведь чем больше воды на расходе, тем больше ее приходится очищать. А из-за всей воды в паркете для литья пригодна менее 1%. Население Земли постоянно растет. И если мы так и не научимся потреблять ресурсы разумно, станции водоподготовки и очистные сооружения просто не будут успевать очищать достаточно воды для всех. Придется скроить новые станции, новые очистные сооружения. А это дополнительные расходы. То есть вода будет стоить все дороже и дороже. Кроме того, между тем, как мы забираем воду из природы и тем, когда мы ее возвращаем обратно, проходит достаточное количество времени. И если мы будем все больше и больше забирать воды из источника, то рано или поздно он просто обмелелит. И плохо будет уже не только нам, но и всей сложной экосистеме водоема. Давайте будем все вместе беречь самые ценные ресурсы памяти. После просмотра видеоролика учащиеся обсуждали проблему, зачем нужно беречь воду. Эту проблему они обсуждали в группах и далее писали план своих действий по сбережению воды. Это было формативное оценивание. Критериями успеха было, если учащийся достигал цели обучения, если использует лексику по данной теме, принимает участие в диалоге и высказывает свое мнение, слушает мнение других. И умеет составить план из трех пунктов. Посмотрите фрагмент урока по проведению формативного оценивания. Вы убедились в том, нужно ли беречь воду? Да. А зачем нужно беречь? Вот сейчас попробуйте обсудить свою группу. Как, зачем нужно беречь воду? Делание динка от этих людей и то, что воду запрозит. Потому что на земле есть только вода, а она чисто водит. Ну вот, давайте, обсуждайте в группах. Поговорите друг с другом. Поговорите друг с другом. Поговорите друг с другом. Мы должны меньше тратить воды. Потому что те, кто чистит нашу воду, которые мы сделали, им очень тяжело. Им нужно в день очень много чистить воду. Поэтому нам нужно жить как людей и тратить поменьше воды. Если тратить воду, то может быть на земле не будет чистить воду, а без воды не должен. Вы, наверное, сможете уже в группах информативного работы, информативное оценивание, задание такое, что вам нужно будет написать свой план действий по сбережению воды. Как бы вы экономили эту воду, чтобы вы предложили три пункта, напишите, подпишите, напишите свою фамилию и в течение 7 минут вы выполняете работу. Напишите свой план действий по сбережению воды. Буквально три пункта. Буквально три пункта. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...